Мы начинаем перелистывать страницы золотой летописи Мы находимся в Калининском районе Челябинска, на высоком берегу Миаса, в сквере. Который с 2000 года носит имя Владимира Николаевича Кусарова. Кусаров Владимир Николаевич – техник-металлург, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, заслуженный металлург Российской Федерации, герой социалистического труда, почетный гражданин Челябинска. Владимир Николаевич Кусаров работал на Челябинском заводе ферросплавов. Ныне это Челябинский электрометаллургический комбинар. С 1930 по 1998 год он был старшим мастером, начальником ОТК, начальником плавильного цеха, главным инженером. С 1949 года по 1981 год он директор. С 1981 года по 1998 год он был заместителем начальника проектного отдела, инженером технического отдела Челябинского электрометаллургического комбината. Под руководством Кусарова проведена коренная реконструкция Челябинского электрометаллургического комбината. Он внес большой вклад в становление ферросплавной промышленности России, в развитие прогрессивных технологий и освоение передовой техники. Он имеет более 80 авторских свидетельств. О своих заслугах и достижениях Владимир Николаевич не любил говорить и рассказывать, но он всегда подчеркивал, что всеми производственными успехами и достижениями он обязан коллективу, людям, которые окружали его с первых же шагов жизненного пути. О твердом и уверенном характере Кусарова говорит такой поступок. В 1949 год складывается катастрофическая ситуация с жильем для металлургов. Из-за сильного паводка развалились бараки буквально на глазах. Людям нет где было жить. Владимир Николаевич выбрал рискованное решение, единственное правильное. Он без согласования с городскими и областными властями приказал снести несколько бараков. И только за воскресный день было снесено 9 бараков, школа, детский сад, яскри и медпункт. Назревал крупнейший скандал. Ситуация накалилась до того, что дело дошло до Москвы. Кусаров принимает единственное смелое, верное решение – написать письмо Сталину. И в пакет он вкладывает 100 фотографий ветхих бараков с сопроводительным письмом. В годы индустриализации в Сталинском районе Челябинска в 1931 году вошел в строй действующих первый в стране завод ферросплавов. В годы войны он являлся единственным предприятием по обеспечению ферросплавной оборонной промышленности. Челябинские электрометаллурги выполнили постановление Государственного комитета обороны об удвоении производств ферросплавов по осуществлению мощностей, за что коллектив завода в марте 1945 года награжден орденом Ленина. В связи с тем, что в довоенные и послевоенные годы внимание уделялось только увеличению продукции, основным жильем для металлургов являются каркасно-засыпные бараки, построенные в 1929-30-х годах. До сих пор почти 80% трудящихся завода проживают в них. Многие жильцы выражают недовольство тяжелой жизнью в них, из-за чего болеют много детей. Вынужден обратиться к вам с просьбой, товарищ Сталин, о неотложной помощи в строительстве жилья для трудящихся завода. Постановление принято. Без лишних слов подытожил Сталин. Строительство новых, тогда современных кирпичных домов началось немедленно. Сотни семей электрометаллургов справляли новоселье в течение нескольких лет. Как металлург, как руководитель, во все годы и всегда Владимир Николаевич Кусаров отдавал приоритет труду. Работе и делу. Однажды Владимир Николаевич сказал, трудились все так, как надо трудиться всегда. Ответственно и добросовестно, с полной отдачей сил. Трудности не страшились, их преодолевали в жизни и на производстве. И это действительно было так. Познакомиться с личностями, которые внесли свой вклад в социально-экономическое развитие региона, можно на портале публичной библиотеки. В разделе «Краеведение», где расположен ресурс, они создавали Челябинскую область. Каждой персоне посвящена отдельная страница с информацией о личности, с активными ссылками на электронный каталог, на интернет-ресурсы и другие библиотеки мира. Субтитры создавал DimaTorzok